привет друзья вы на канале по путям с иной и сегодня мы не в обычной рубрике давайте пойдем в магазин и посмотрим что можно купить а мы уже купили продукты сегодня мы будем готовить inspiration да такую мотивацию я получила блогеров и влогеров которых я тоже смотрю и знаете есть иногда женщины которые готовят на месяц вперед и у них там есть день готовки ну или просто делают какой-то набор из всех блюд которые они готовят в одно видео я подумала почему бы и нет мне тоже нужно много готовить и я покажу своим в общем то зрителям что готовлю я это не является каким-то обучающим видео вот возьмите этот ингредиент добавьте его сюда и у вас получится вот это нет это абсолютно не это видео просто показываю как я готовлю приготовим сегодня семь блюд восьмым будет хлебушек а ну его я не считаю это просто нужно было как говорится все скинуть воедино хлебопечь и она сама все испекла но все-таки это тоже требовало какого-то маленького эфорда с моей стороны поэтому в общем запишем это восьмым блюдом также сегодня будет интересно ореховое домашнее масло которое мы делали вместе с моим помощником и дожечка и дожечка где ты можешь подойти к нам сюда поздороваться с нами вот где-то видео мой мальчик он мой помощник он также помогал снимать много видео сюжетов которые вы увидите сегодня и в общем-то будет семь блюд не буду раскрывать секретов но у вас будет внизу тайм под всех вот этих рецептов вы сможете посмотреть и нажать тот который вас интересует больше итак первым мы готовим сегодня суп на остатках шариков мясных свинок которые у меня остались бульон который был куплен для изоляции значит будем добавлять остринку обязательно чили я очень люблю будем шанхайский бок добавлять это как бок чой типа такая травка для салата я ее не очень а вот в супы в какие-то сатэ в мясные блюда я люблю добавлять зеленый перец значит замороженный шпинат браколини и опу такая значит восточная восточные цукини так к нему нужно относиться то есть его можно в супы его можно в какие-то типа овощные тоже блюда добавлять в общем это будет суп у меня зеленый суп а потом мы с вами приготовим french beans я делаю как гарнир с чесноком и с как с кокосовым я говорю с вы поняли кикман соевый соус но начинаем с овощей моем режем так и я включаю кастрюлю я открываю бульон так выливаем чтобы было половина этой кастрюли вот он достаточно теплый насыщенный даже покажи-ка внутри вот сколько у нас но нам надо еще половину заполнить где-то дать туда водой вот это вот вот это мы нарезали так тут у меня пока супчик закипает еще не закипело я кстати хочу вам сказать что тут в принципе у нас без картофеля без морковки не потому что это что-то уже просто они закончились он достаточно нежный поэтому все ингредиенты зелень вы понимаете не надо долго готовится поэтому мы дам сначала закипеть супу как только он закипел я забрасываю одновременно все ингредиенты добавляю специи и она варится ну может быть 10-15 минут самое максимальное если вы делаете изначально на бульоне конечно сначала сварите бульон вообще так вот как-то так так что продолжаем резать значит продолжаем резать следующим у меня пойдет опа вот он такой красивенький опа отрезаем попки отрезаем хвостик я буду использовать вместе со шкуркой шкурка в общем-то съедобная она очень очень нежная значит я разрезаю его посредине наш опа и я его нарезаю квадратами опять-таки тоже уварится чтобы это не превратилось в сопли сейчас я нарезаю последние ингредиенты это вот этот мини бок чой вот я его называю бок чой на самом деле это не бок чой бок чой он более длинный попки я вот так срезаю и выбрасываю хотя они съедобные просто чисто визуально я не хотела бы иметь это как в капусте качан да ну хотя кто-то может быть как я нарезаю видите он таким цветочком идет как салатики я кружочками вот так вот так нарезаю и он там уже рассыпется видите вот такими штуками и так вот у нас водичка закипает сейчас она уже закипит значит я перекладываю наше все что предварительно нарезанное было так и я укладываю наш бок чой вот он уже закипает то есть в кастрюле становится мало места но вот эти сейчас во-первых овощи тоже пустят свой сок вот оно сейчас будет как будто бы все стоять вы сейчас увидите сейчас я тогда возьму мешать вот смотрите ложка достаточно тяжело проходит вот но вы понимаете что это сейчас все уварится даст еще немножко своего сока и она уже будет просто плавать в супе значит когда он уже вместе весь закипит покажи ядошечка более близко сюда к нам да вот когда он уже закипит я отправлю сюда мороженое он разморозился шпинат и уже в конце я буду добавлять также хлопья острого перца немножко две капельки солить скорее всего не буду потому что здесь использовался бульон а бульон вы знаете имеет свою соль и возможно ваши приправы по вкусу кто-то может хочет еще что-то острое добавить или какой-то другой вкус пожалуйста вот все пока что мы закрываем и ждем чтобы оно дошло до кипения пока я кручусь со всей готовкой мои дети говорят мама мы то кушать хотим и мне когда ждать я решила быстренько приготовлю этим делиться не надо но это тоже блюдо которое я готовлю в течение пока вот между блюдами макен чиз самая популярная детская самая не полезная еда но зато очень удобная для родителей особенно на карантине покажу как я варю и так ставлю воду на закипание когда закипит будем варить макароши так значит а я тем временем готовлю следующее блюдо значит я решила я буду делать овощное значит мясо с опо и цветной капустой цветной капустой я говорю с брокколи значит это такой продукт который можно есть без гарнира я вообще хочу отказаться от гарниров по возможности потому что ну что толку с этих гарниров значит здесь я буду нарезать по-другому округ видите кружочками достаточно толстыми можете использовать и цукини для этого и кабачки и синенькие да баклажанчики получится такая как бы набор как для икры кабачковой да просто все овощи можете взять перец я кстати возьму еще на перец наверное 100 процентов перец и буду использовать сюда также лук буду использовать сюда лук только еще не решила какой сухой сухой лук или какой лук посмотрим перекладываем наш нарезанный овощ соломочка соломочка получается достаточно крупненькая видите вот такая соломочка половина высыпалась не поваляешь не поешь но это как на обычной кухне так и теперь брокколи значит как я брокколи во первых это тоже съесть часть которую можно есть часто ее вот ковара вот так вот отрезают используют и потом супы но нарезая мелко в супы и даже потом стругают ее так мелко стружечкой и в салат добавляют но я это выброшу сегодня я это выброшу значит и вот у нас она распалась вот все что распалась вот здесь я еще подрежу немножко вот все что распалась так я и буду это использовать вот эти зонтики целиком при тушении потому что пока я буду помешать они тоже еще распадутся на более мелкие части здесь у меня есть еще половиночка такая я на салат брала себе она уже начала начинает портиться я чувствую так у нас временем водичка закипела я беру соль солю так теперь у нас вот я открыла коробку в ней лежит упаковка сыра понимаете это можно делать просто сварить макароны натереть свой сыр у вас будет тот же макин чиз ну окей допустим чисто психологически если у тебя нету сыра то у тебя есть вот такой сыр посмотрим потом как я это все готовлю мы еще добавляем масло молоко вот этот сухой сыр в конце когда это варится и перемешиваем ну пока что оставим варить я варю их примерно 8 минут давайте посмотрим что у нас с супом потому что запах пошел великолепный ну еще запах дает конечно же свой бульон бульона тоже есть запах то есть сюда может идти абсолютно все то есть друзья мои экспериментируйте как всегда все что есть в доме но просто здесь уже все идет зеленая поэтому я в теме как бы зеленого и так вот таких два бруска замороженного шпината я отправляю в эту кастрюлю обратите внимание суп при этом всем овощном составляющим достаточно густой потому что в овощ это быстро уваривается все буквально мы даем еще всему этому побыть вместе минут десять и все так я уже поставила кастрюлю с таким достаточно толстым дном я ее беру обычно для разных тушений значит первое что я делаю я заброшу сюда лук и заброшу сюда фарш и начну их обжаривать вместе так я уже активна макароши на сито взяла водичку что я делаю сейчас я засыпаю вот так вот вот так поверх всего я беру масло масло сколько вы любите и какое вы любите я естественно кладу с выночной и молоком молоко тоже главное не перелить потому что сыр тоже возьмет в себя какую-то жидкость питает и главное вмешать вот видите такое оно желтенькое перемешано я сейчас возьму я возвращаю как-то на теплую плитку так вот сейчас мы это видим он уже в принципе может стоять просто на теплой плите я вам сейчас покажу вот видите вот такая консистенция одну руку делать это невозможно короче мы должны сделать их все желтыми потому что этот сыр он имеет желтый цвет и вот значит мы это все перемешиваем даем постоять две минутки чтобы оно все там подружилось и готово к емке так все сейчас я забрасываю фарш говяжий и мы будем его вместе обжаривать тупом очень немножко добавлять значит мы знаем что фарш надо просто сначала хорошенько мешать чтобы он не слепился в одну котлету на небольшом огне у нас кастрюля раскалена хорошо тупом вот просто константли-константли перемешиваем но это вы все без меня знаете хорошо можно делать разным фаршем можно мешать два фарша можно делать с тем который у вас есть свиной, сыриной, индюшиной я думаю самое вкусное это будет с говяжьим и свиным когда более-менее мы его вот так разбили я ему даю немного прижариться потом я вернусь к нему так вот как выглядят наши тарелочки пожалуйста, Габуля это тебе одну ложечку для еды я попросила нет еды, твоя ложка есть вот наши главные члены идут кушать семьи и нарезочку опу и брокколи перемешиваем немножко уменьшаю огонь опу сейчас пустит свой сок ну брокколи там по стоку по стоку нечего пускать она ничего не пустит я буквально сюда дам две капли воды пропало из чайничка добавлю наверное где-то стакан воды чтобы она таким не получилась точным вот вы можете добавить может быть даже цептоматную пасту сюда но я не хочу вот и вот такая красота у нас получается я это закрою крышкой и буду тушить на среднем огне ну следить за этим естественно около 15-20 минут вот так вот протушилась наша такой небольшой гарнир с овощами сразу в общем вот такая вкусняшка очень вкусно итак сейчас я приступаю к следующему блюду после небольшого перерыва на обед и учебу онлайн с маленьким младшим ребенком мы будем готовить френч бинз обычно я беру такие на развес я их самостоятельно чищу эти я не буду чистить но я их буду разрезать напополам нет не буду разрезать пусть будут длинненькие и буду обжаривать их с чесноком в соевом соусе такое быстрое блюдо гарнир оно хорошее тем что оно вкусное не только когда оно свежее понятно что оно the best когда оно свежее но также на второй день еще в него можно добавлять season seeds но у меня нету поэтому будем без них обойдемся просто приготовим и уже у нас будет готовый гарнир поехали значит что касается сковороды она у нас тут загрязается я обливаю маслом у меня подсолнечное масло значит наливаю примерно столовая ложка 2 это уже как говорится тоже на любителя и все ждем чтобы разогрелось разогрелось равномерно мы сюда выгружаем наши бельки чтобы они равномерно поражались соль я сюда не добавляю вы можете добавить перец если вы любите остренько чтобы было можно добавить чили можно добавить смесь моих перцев которые всех я люблю но в данном случае так как это тоже есть ребенок я не хочу знаете как с приправами переборщить поэтому я буквально пинчок салф как говорится чипотка соли и все на быстром огне на большом мы это все жарим и постоянно будем помешивать вот я уже подготовила соус и им будем заливать чтоб она в каких-то своих рецептах предыдущих уже делала это блюдо но сегодня делаю мотивацию и показываю вам как я делаю мотивацию на приготовление пищи она нужна так всем женщинам которые в эти дни находятся практически все время на кухне нам нужны быстрые блюда ну и желательно полезные в общем то я люблю чтобы на них даже на некоторых образовалась корочка вот но пока что я их буду следить за ними когда придет время чеснота я вас включу так я вас поставила немножко так а здесь смотрите она у меня хорошенечко обжаривается прошло минуты 3 я сейчас вот так вот сделаю лунку такую и сюда чищу чеснок вот так вот прям перемешивая в серединке пытаюсь обжарить немножко прям вот так вот перебираю и он сразу прихватывается сразу идет запах шикарный и уже на этом этапе когда я вижу что он прихватился так вот так вот я его вымешиваю вместе с нашей фасолью чтобы равномерно распределить эту фасоль по всей фасоль этот чеснок по всей фасоли вот так наверно как-то так помните здесь и Дошина за один фоне поет за компьютером сидит где-то вдали работает телевизор за которым Габульта сидит и мои мысли немного путаются вот когда я вижу что оно прихватило ну размешалось более-менее как-то не на одном месте чеснок я добавляю я вам вас перенесу обратно вот сюда вот так я добавляю соевый соев сколько я его добавляю? примерно две крайние ложки значит что нам даст соус? он нам даст соль он нам даст вот этот вот такой своеобразный вкус ну и аромат и поможет чесноку еще больше отдать все свои запахи значит на вот этом этапе я люблю постоль еще под крышкой протушить на небольшом огне я уменьшаю огонь до этого момента он был на большом значит я его прикрою крышка у меня есть такая как типа для пароварки с дырочками с дырочками я ее люблю потому что она не аккумулирует в себе прям всю жидкость где у меня крышка он не аккумулирует в себе всю жидкость а какой-то пар выходит но какой-то остается внутри вот эта крышечка я ее накрываю и буквально дает пять минут на среднем огне ну что хочется сказать наша фасоль готова я выключаю плиту вот такая она получается то есть она не мягкая она не разваливается но она вот такая вот полутвердая полумягкая такое аль денте если можно применить это слово к фасоли вот значит что я делаю я это оставляю я это накрываю и она может остывать потом можно будет переложить значит последнее на сегодня блюдо скорее всего предпоследнее в общем сейчас я буду смешивать фарш привет Гапуля привет иди сейчас я буду смешивать два фарша примерно два килограмма свиного и два килограмма говяжьего я их буду перемешивать я их буду приправлять и буду готовить из них следующие блюда я буду формировать значит значит половину я сделаю котлеты в духовке сейчас вы увидите как я их делаю вторую часть я сделаю шарики шарики эти будут скручены в шарики и заморожены в виде шариков потом я их переложу в зиплок и это будет на любой момент у меня уже готовое блюдо если мне нужно будет например только бросить его в томатный соус или в любой молочный соус как вы любите у меня будут готовые шарики вот еще я хочу единственное что добавить что приправлять я буду также использовать вот у меня уже есть готовая приправа чеснока паста из чеснока и имбиря из перьемолотого пасты то у меня здесь осталось наверное где-то 3 столовые ложки может даже нету трех листов со всей банки со шкрепсти это будет на всю вот эту вот кучу мяса которое я сейчас буду готовить я не знаю может мне даже можно я видела американцы берут вот миксер kitchen aid прям сбрасывают туда мясо и мелят ну нет я не буду этим заниматься мне кажется это больше грязи сделает чем нужно так я беру самую большую свою вот такую миску ну вот значит я беру фарш это у меня свино это еще и костка он уже открыт точнее пользовалась я его сюда вытрушивала то есть мы сейчас с вами делаем не просто фуд препарейшн на сейчас поесть а как бы с каким-то дальновидным с дальновидным планом на еду и вот у меня фарш я уже сегодня готовила да вместе с вами из него шикарнейшие овощи так и вот фарш потому что так значит это у нас фарш так вот так разместить чтоб туда хоть приправа куда бы влезть была я не хочу еще начинать месить что это отдельное без кольца надо будет делать снять кольцо так сейчас я помою руки чтобы все приправы засыпать итак поехали значит я беру фарш 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 это поверьте мне для этого количества мяса считайте у нас тут где-то 5 килограмм фарша это нормально так дальше я добавляю обязательно паприка у меня паприка тоже примерно две столовые ложки и дальше несмотря на то что мы добавили уже чеснок я добавлю еще чеснок в порошке мы кстати с вами как раз его покупали вместе в Костка в последний раз раз два то есть это как любые котлеты это все любит мясо любит это все так у меня есть приправа для курицы но я так люблю эту смесь я ее добавлю в столовую ложку тоже она для любого мяса хороша так и я так я могу еще добавить сюда кстати корицу но я не буду добавлять что у меня не все любят вкус корицы так остро я добавляю и я добавлю сюда немножечко моей приправы кекс смесь перцев то есть должна быть остринка какая-то так я сейчас сюда еще натру мне нужен лук я вам сейчас покажу как как я добавляю лук в такие блюда потому что я не люблю чтобы здесь попадались кусочки я люблю чтобы это все было таким однородным фарш чтобы был и гладким сейчас я вам покажу как я делаю лук собрали все по стеночкам и включаем доводим до однородной массы пасты так я буду сразу промыть потому что я буду его сегодня использовать для другого блюда нашего мы будем делать ореховую пасту из арахисов из орехов арахиса буду вам делиться с простым опытом как это сделать менее вредным для семьи так возвращаем наше мясо выливаем выливаем наше пасту я конечно сейчас в шоке я думала что все то время что я мешала фарш я записывала но я не записывала в общем одним словом сняв кольцо с рук положим все приправы мы перемешали этот фарш мы его хорошо отбили руками прям вот стучали по нему очень сильно что отбить этот фарш поднимать и отбить его невозможно это эти пять килограмм поэтому я по нему стучала и месила в общем он у нас стал однородной консистенции такой вот весь прямо однородный сейчас я буду формировать из него шарики и котлеты но начнем мы с котлет потому что нам нужно заполнить в общем то я думаю два противня мы заполним наверное два может три посмотрим и поставим в духовку но сейчас на этом этапе я уже включу духовку я ставлю ее давайте чтобы вы меня видели я ставлю ее на такой режим рост как бы жарки духовку и я ставлю на 180 градусов 180 градусов почему мне нужно чтобы это все мясо схватилось и ну частично прожарилось и этого мне хватит для того чтобы заморозить одну часть котлет а вторую часть я все равно буду протушивать еще если вы хотите их приготовить только в духовке есть как котлеты после сковородки то вам нужно сделать 200 градусов и время выдержки от 40 минут до часа в зависимости от вашей духовки ну все сейчас я пока подготовлю противень и включусь обратно надеюсь не забуду когда буду формировать котлеты я люблю класть не фольгу а бумагу для выпечки почему котлеты к ней как бы не прилипают потом их очень легко откуда взять и так и так и так Вот я еще налепила 5 котлеток, почему-то что-то там произошло со сториджем. В общем, погружаем еще эти 5 котлеток. Все, идем делать шарики. Ну что, вот мы наскладывали наши шарики мясные, тефтельки, фрикадельки, не знаю, называйте как хотите. Значит, я их заморожу. Завтра я вам покажу, как они выглядят после заморозки. Что я вам хочу сказать, они должны будут быть отдельными кусочками, то есть каждый шарик отдельно. Мы их не должны, не обязаны использовать все в один раз. То есть мы можем использовать половину в один раз, половину в другой раз. Мы можем использовать часть, например, для супа с фрикадельками, если вдруг мы варим такой суп. То есть всегда можно будет несколько из морозилочки сразу вытащить, потому что они будут в разброс, все лежат внутри в пакете замороженные. И, в общем-то, очень много вариантов. Но сейчас они отправляются в морозилку. Так, ну что, вот наши котлетки прекрасные приготовились. Значит, мы сейчас им дадим остыть. Часть упакуем, а часть протушим. Значит, вот супчик наш. Прекрасный такой, наваристый, красивенький. Сейчас будем снимать с него пробу, но я уже попробовала, понюхала. Очень вкусно. Единственное, что я его немножечко все-таки подсолила. Это наше второе. Значит, фарш говяжий с овощами. Шикарно получилось. Я вам должна сказать, ну реально очень вкусный вкус. И фасоль, прилагающаяся с чесноком, который мы делали. И вот сейчас я буду трапезничать на таких вот красивых штучках. Значит, начну, наверное, конечно же, с супчика. Потом начну. Это маленькая тарелочка, вы видите, это маленькая пиалочка. И это достаточно ненамного больше тарелочка. Вот моя ладошка. Моя ладошка. Такая вот штучка. Хочу вам сказать, что я попробовала котлетку. Котлетки получились просто, ребята, изумительные. Вот они еще стоят у нас, остывают. Вот здесь. И сейчас я продолжу ихнюю судьбу, я вам покажу. Ну вот они подостынут еще. И пока что я на законном обеде. Так, ну здесь в конце было принято решение делать их без подливы, потому что они невероятно вкусные. Мы их будем просто есть как котлеты. Вот смотрите, они какие все прожаренные, вкусные. Вот поэтому, конечно, мы уже несколько штук съели. Эту часть я ставлю в холодильник, остальные мы сейчас упакуем в сеплок. И это наша заморозочка в сеплоке готова. Сейчас мы отправляем это в морозилку. И вот у вас уже готовые котлеты готовы. Когда мы их разморозим, мы захотим, можем их есть просто как свежие подогревать, либо их сушить в соусе томатный, сливочный, какой вы больше любите. Привет, Дошенька! Сегодня ты помощник на кухне и поможешь мне приготовить, а точнее рассказать моим зрителям. Ты уже кушаешь орешек. Значит, мы будем кушать, мы будем делать арахисовую пасту в домашних условиях. Для этого нам понадобится уже готовый покупной арахисовый орех. Арахисовый орех, вообще. Арахис. Короче. Значит, и, в общем-то, то, в чем это сбивать. Вот у нас такая уже чаша готова, с большими насадками. Это обязательно должна быть что-то вот такое. В блендере это не очень будет удобно делать, там маленькие ножи. Значит, давайте мы для нас... У нас орехи жареные, соленые. Нет, жареные, не соленые, извиняюсь. Соленые не должны быть. Не соленые. И, Дошка, а ну-ка, давай нам отмерить стакан. Мы делаем порцию на один стакан. Помогай себе ручками. Вот тут ручкой держи. Вот так. Окей. Вот. И цена. А я покажу ее семечки. Вот эти. Вкусные, но они соленые. Я кошку схватила, не увидела, они соленые. Не надо было брать, но ничего. Льду тоже нравится, да? Пересыпаем. Да, значит, все мы заложили. Значит, еще раз повторяю этапы, которые у нас здесь будут проходить. Значит, у нас будет, Итошенька, я хочу показать. Сначала размелится все в крошку, мы продолжаем молоть. Потом оно начнет взбиваться в пасту, в такую более густую массу. И только на третьем этапе, когда появится уже такой блеск, оно начнет превращаться уже в жидкую консистенцию. Вы доводите до любого этапа, если вы любите, чтобы там были кусочки орехов или еще что-то, но в данном случае мы доводим прямо вот до пасты магазинной. Без остановки, ты должен нажать. Размеривается, да, оно размололось в мелкую крошку. И сейчас оно начнет перемешиваться в пасту. Видите, а сейчас оно становится пастой. Такая масса. И мы продолжаем. Останови на секунду. Я сейчас хочу, даже у некоторых из вас может сейчас начать нагреваться очень сильно мотор, ножи. Это все нормально. Значит, обратите внимание, видите, оно уже такой массой идет. Вот, но при этом все равно оно не однородное, не масло. Сейчас мы на этом этапе продолжим до маслянистой консистенции. КОНЕЦ Значит, на этапе, когда уже ножи полностью прокручиваются сквозь массу, это знак, что, в общем-то, наша паста готова. Я люблю ее вот в такой консистенции. Сейчас, Идоша, я тебе дам ложечку. Хорошо, ты у нас снимешь пробу, залезь ложкой, покажи нам консистенция, вкусно, то есть это без добавления соли, без добавления сахара, без добавления какой-либо жидкости или масла, обратите внимание, видите, оно такое блестящее, мокрое, то есть оно пустило свое масло. Мы сейчас что сделаем, перекладем это все переложим в баночку и в холодильнике оно спокойно стоит у вас, спокойнейшим образом, но у нас долго стоять не будет. Перекладываем в баночку, вот такая баночка получилась. вот это количество вот получилось со стаканом орешков. Так, у нас прошло примерно 2 часа, может даже 3, 3 часа, наши шарики мясные достаточно хорошо заморозились, вот мороженые, и я сейчас их, как я и говорила, укладывать буду внутрь этого пакета, смотрите, как это у нас будет происходить. Вот они какими-то отдельными шариками, они замороженными, то есть они не склеились в одну гулю, там где они есть как-бы вместе, вы их немножко разделяете, и, пожалуйста, готовые, готовые такие вот домашние фабрикации. Для супа всегда можно несколько выпечить, для тушения в тех домашние фабрикации. Сейчас мы сделаем клей. Сейчас мы сделаем клей. «Велгрейн», четвертая программа, можно «Дарк», можно «Старт». «Велгрейн» Субтитры сделал DimaTorzok